Всем добра. После того, как я выложил два последних видео про награду за ранговые бои Концепт 1Б и наградной танк за жетоны боевого пропуска К-91ПТ, подписчики мне в личку и в комментариях накидали по сути один и тот же вопрос, как я это сделал так быстро. Про ранговые бои скажу сразу, я не знаю. Я по рангам и шевронам продвигался как в бреду, ничего не помню. Бывало зайдешь с утреца, ты уже на восьмом-девятом ранге, но думаю сейчас за пару боев добью до десятого и другими делами займусь. Через три часа смотришь, ты уже десяток боев топчешься снова на несгораемом пятом. А иногда зайдешь вечерком пару боев скатать, через час смотришь, а ты на четыре ранга вверх поднялся. И никаких логических объяснений этому я не находил. Тут если повезло с командой, то через пять минут все уже заканчивается. А если не повезло, то уже с разъезда видно, что это будет турбослив. Очень редко случались бои, когда удавалось этот турбослив остановить и перевернуть. А вот про боевой пропуск расскажу. Во-первых, выполняйте все ежедневные задачи. Там можно получить около 50 очков помимо набранного в боях. Иногда даже за один бой, если повезет. И играть лучше на самых низких уровнях из возможных, на шестерках. У меня в ангаре куча шестерок и почти весь пропуск я прохожу именно на шестых уровнях. Легко, быстро и весело. А еще столько интересных боев получилось, что буду выкладывать их потихоньку пару месяцев еще. Еще один неплохой способ фармить очки боевого пропуска – это закончившийся недавно стальной охотник. Многие, как оказалось, вообще не в курсе, что в стальном охотнике были свои задачи, за которые можно было минимум 40 очков получить. Это помимо тех, что можно фармить за более-менее высокие места в итоговой таблице по итогам боя. Больше всего, конечно, получают лидеры. 20 очков за первое место и по 10 за следующие два. Остальные получают по сути кутарки. Может поэтому никто особо и не заморачивался в стальном охотнике, потому что бои все-таки длиннее, чем в обычном рандоме, а профита от этого меньше. Но у меня получалось за 2 максимум 3 боя выполнить все задачи в стальном охотнике, еще 3-4 на боевые задачи в рандоме, и в итоге за час-полтора я фармил 100-150 очков, план на день был выполнен, а я был свободен. Но кроме всего прочего, стальной охотник это еще и интересно. Временами, если прет. Многие выбирали тактику крысы на французе. Это тоже действенная тактика, если основной задачей стоит зарабатывать очки пропуска по итогам боя. Можно ныкаться весь бой и занимать в легкую 2-3 место, но моя задача была как можно быстрее уничтожить 4 танка и набить 8000 дамага. Для этого идеально подходил, на мой взгляд, американский равен и британский харбринга. Скорострельные танки с совершенно имбовыми способностями и тут главное, чтобы в самом начале боя попался какой-нибудь рачок, который сольется вам и дальше остается просто наслаждаться. Вот один из таких показательных боев. Эту карту я жутко не люблю, потому что она очень темная, мрачная, нихрена толком не видно, но зато на ней можно неплохо ныкаться в домах. Ну что, погнали в бой. Я немножко потормозил, выезжаю и тут орликин. Сразу же, почему он не стал дальше уезжать, а здесь остановился, может запнулся? Не знаю, но, считай, за бесплатно я его практически всего разобрал. И это в самом начале, в самые первые минуты боя. Забираем лут с этого танка и в итоге я уже почти на четвертом уровне. В самом начале боя я уже на четвертом уровне. Дальше нужно просто ездить и искать, кого бы еще подамажить. Сейчас главное прокачаться побыстрее до четвертого уровня, чтобы получить себе барабан и тогда станет вообще легко. А тут еще радость, все точки прям буквально под носом. Я уже на четвертом уровне, у меня уже есть барабан, а с этим уже можно жить, с этим воевать. Гляди, только одну точку увидел, еду к ней, уже светится совсем недалеко другая точка. Еще один важный момент в стальном охотнике, это стараться подъехать в вовремя к разборкам. Я уже практически на пятом уровне и смотрю тут кто-то способность свою включал. Значит где-то здесь идет бой. Значит надо сюда заехать, найти этих парней. Поднимаюсь один, второй. Сначала пытался на варяга настроиться, потом смотрю раван то фуловый. Решил забрать сначала равана. Забрал равана, последний старят в варяга. Есть, двоих еще забрал. Собираем лут с этих. Середина боя, а я уже практически на седьмом уровне. Все, мне бояться уже особо некого. Из 20 противников, из 9 уничтоженных, трое уничтожены лично мной. Вряд ли кто-то еще есть на карте сейчас в таком же крутом состоянии. И только я вот тут расслабился, посылочка с неба прилетела. Надо забирать. Тут конечно еще один противник, но я его уже не боюсь. Я даже надеюсь, что он сейчас подъедет сюда поближе. Но похоже он решил не связываться. Ну решил так решил. Просто забираем лут с посылки. У меня уже и хилки 4 штуки, и способности по 2. Я могу выдержать, наверное, любой бой. Даже если сейчас кто-нибудь вдвоем на меня упорится. Нас осталось 9. Недалеко. Голубенькая точка. Но я решил сначала взять желтую. До седьмого уровня чуть-чуть не хватило. Но думаю, если сейчас я вот возьму еще и голубую, я буду в топе на седьмом уровне. Но тут меня равен отвлек. Продамажил, протаранил. Один раз почему-то не пробил. Блин, чуть-чуть не хватило. Вот один снаряд профейлил. И не хватило. Спокойненько перезаряжаюсь. Отлично. Забрал. Надо было, конечно, просто взять спокойно выцелить. Но я поленился, взял в автозахват. Смотрю по сторонам. Еще одна посылка. И там к ней кто-то едет. Так, Харбрингер едет по мостику. Я не успею все собрать. Практически с самого начала боя все складывается так, что как будто мне вот решили, ты побеждаешь. ВБР сказал. Чувак, ты будешь сегодня победителем. Но я не стал особо сильно сопротивляться. Ну, решаю особо сильно не упарываться. Надо подлечиться. И попробовать встретить противника с другой стороны. Где-то он здесь должен выехать. Ага, вот они оба, два. Выцеливаем Харбрингера. Из трех снарядов только один прошел. Я не переживаю. Особо не собираюсь там за ним гоняться. Решил взять синюю точку. Подлечиться. И даже больше для того, чтобы она не досталась противнику. Вот и все. Мы остались вдвоем. Он по мне, конечно, стреляет. А мне почему-то так пофиг. Я решил взять и собрать еще зеленую точку. Подлечиться заодно. И неплохо так, кстати, пробил его три раза из четырех прям в башню. Теперь можно сближаться. Мне нужно только один выстрел сделать. Но он меня что-то уже довольно-таки сильно раздамажил. Лечимся. Заезжаю специально под мостик, чтобы спокойно подлечиться. Стою, жду. Я бы на его месте, конечно, слинял. Но он почему-то решил упороться. Не знаю почему. Плохо, что здесь нигде поблизости подъемов нет. Вот на месте этого придурка я бы уехал, подлечился, подлутался. А потом бы уже хотя бы на равных соревновался. Но нет, почему-то он упорото пытался в меня стрелять. Да, у него позиция, конечно, получше была. Но у меня танк-то прокачан был гораздо сильнее. Вот так можно было за один-два боя зарабатывать кучу очков боевого пропуска. И именно таким способом я и проходил. До сих пор прохожу, но мне осталось порядка десяти этапов пройти. И боевой пропуск для меня будет закончен. Все награды получены. Пишите, как у вас обстоят дела с боевым пропуском. Че-нибудь жмите. И всем добра. Пишите, как у вас обстоят дела с боевым пропуском.